Показ экскурсионных объектов Показ главным считается показ Рассказ это такое вот только дополнение Показ это наглядность А наглядность бывает внешней и внутренней Ну внешней здесь понятно, да? То есть вот мы показываем, человек смотрит глазками А внутренняя наглядность это когда экскурсовод воссоздает картину события Как бы реконструирует ее Показ может быть сюжетным и бессюжетным Ну с сюжетным тут понятно, да? Экскурсовод рассказывает историю с завязкой, развязкой, кульминацией и тому подобное Что же такое бессюжетный показ? А это вот как раз пейзаж или какой-то портрет Хотя он тоже может быть конечно же сюжетный, да? Но у вас может быть и бессюжетным тот же пейзаж Просто вот например посмотрите на этот закат, да? И там вот что-то и человек просто смотрит Никакого сюжета, просто наслаждается красотой При проведении автобусной экскурсии существует три вида показа Первый вид из окна автобуса по ходу движения Тогда естественный экскурсовод говорит об объекте очень кратко Ну проездом, да? Проезжаем как надо успеть что-то, да? Ну как мы же едем на скорости, движемся И надо за очень короткий промежуток времени Рассказать об объекте, который вот мелькнул в окне Второй вид автобусной экскурсии Это из окна автобуса во время остановки Без выхода экскурсантов из автобуса Ну здесь уже будет показ более детальный Рассказ более продолжительный Куда там спешить? Нам бы главное не выбиться с заявленного времени экскурсии Ну и третий вид автобусной экскурсии Это с выходом экскурсантов из автобуса Ну тут, как вы понимаете, уже следует полная экскурсионная речь Итак, что касается показа экскурсионных объектов, мы закончили. Далее, методические приемы показа. Методические приемы показа. Их шесть. Первый метод называется прием предварительного осмотра. Вот так называемый первый осмотр. Экскурсовод говорит название объекта и дает очень краткую, буквально 1-5 слов, дает характеристику и делает паузу на 1-2 минуты. Зачем? А затем, чтобы экскурсанты могли самостоятельно воспринять этот объект. Второй прием. Это прием панорамного показа. Панорама, панорамного. Экскурсанты наблюдают общий вид местности. Здесь, кстати, могут быть специальные такие панорамные туристские площадки. Экскурсовод выделяет центр панорамы, отталкиваясь от него, показывает остальные объекты. Третий прием. Прием экскурсионного анализа. Это мысленное деление экскурсионного объекта на его составные части и наблюдение каждой части в отдельности. Это самый популярный прием. Четвертый прием. Прием экскурсионной интеграции. Это зрительное объединение отдельных частей объекта в единое целое. Ну, например, после того же приема экскурсионного анализа. Мы вначале делим на части, рассказываем о каждой из этих частей, а потом переходим к приему интеграции. Мы зрительно опять все объединяем. Вот этот прием интеграции очень часто используется при панорамном показе. Пятый методический прием показа. Это прием зрительной реконструкции. Это восстановление каких-то исторических событий словесным путем с опорой на зрительные впечатления. Этот прием часто используется в памятных местах жизни и деятельности, например, писателей, каких-то выдающихся лиц. Естественно, данный прием используется обязательно с опорой на экскурсионный объект. Ну, например, вы посетили село Константинова, где у нас проживал великий русский поэт Сергей Есенин. И вы начинаете экскурсию. Значит, вот в эти двери маленький Сережев бегал босоногим и так далее. Это прием зрительной реконструкции. Ну, и заключительный шестой прием – это прием зрительного сравнения. Этот прием дает возможность представить величину объекта в сравнении. То есть мы в своих экскурсиях стараемся избегать цифры, какие-то метры. Мы всегда говорим, например, вот перед вами пирамида. Ну, давайте вот просто гипотетически пирамида Хеопсона. Там, по-моему, сколько у нас? 145 метров. Вы не говорите, что она там 145 метров. Вы лучше скажите. Она составляет, например, две высоты Эфель-Вайбаш. Или, например, в этажах, да, вот сколько этажей, примерно там, небоскреб или... То есть старайтесь избегать цифры, какие-то метры и тому подобное. Итак, методические приемы показа мы закончили. У нас остались требования, предъявляемые к экскурсионному показу. Их также шесть. Первое требование. Активность показа. Это целенаправленное наблюдение, изучение и исследование объекта. Должна быть динамика. Второе требование. Это расстояние от объекта до глаз экскурсанта. Как оно определяется, на каком расстоянии мы должны стоять от этого объекта. Берем высоту объекта, умножаем эту высоту на два. Это и будет идеальным расстоянием от объекта до экскурсантов. Ну, например, памятник какой-то. Вот вы где-то почитали, посмотрели, 10 метров. Следовательно, умножаем на два, будет 20. Идеальным расстоянием, куда вы поставите свою экскурсионную группу, это 20 метров от этого памятника. Третье требование. Это что касается архитектурных сооружений. Их лучше всего показывать с диагонали, как бы с угла, чтобы экскурсанты видели не вот просто гладкий фасад, а вот как бы объемное изображение. Четвертое требование к экскурсионному показу. Это логическая последовательность показа. Каждый последующий объект является ступенькой в раскрытии темы вашей экскурсии. То есть это не должно быть какое-то хаотическое нагромождение объектов. А они должны быть логически выстроены. Например, по годам. Пятое требование. Это последовательность анализа экскурсионного объекта. Здесь сначала мы как бы берем смысловой центр картины какой-то, либо вида. А затем по часовой стрелке описываем все остальные детали. Ну, например, вы привели группу картины Монализа. Да, вначале вы центр смысловой, типа вот, ой, какая улыбка у нее там загадочная и все такое. Потом поднимаете взгляд над головой Монализы, описываете пейзаж и поперли по часовой стрелке описывать, что ее там окружает. Ну, то же самое можно и с каким-то видом. Площадь, например, какой-то вы пришли. На этой площади обязательно будет что-то главное. И потом по часовой стрелке все остальные детали. И заключительное требование, предъявляемое к экскурсионному показу, это опережающая роль показа. Опережающая роль показа. То есть показ предшествует рассказу. Мы от показа переходим к рассказу, а не наоборот. То есть вначале посмотрели, да, оценили молча, а потом вы потихонечку начинаете уже излагать свой экскурсионный текст. На этом наш с вами пятый билет по данной дисциплине показ экскурсионных объектов, методические приемы показа и требования, предъявляемые к экскурсионному показу, закончен. Поблагодарить автора данного видео вы можете подпиской на наш канал, она бесплатна, поставить лайк этому видео, оставить комментарий, поделиться ему себя на страничке в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок поделиться под этим видео. До встречи в следующем билете, в котором мы поговорим с вами о том, что такое экскурсионный рассказ, рассмотрим его характеристики и основные приемы.